Эпигенетик Брюс Липтон нашел механизм, как за 20 минут в день отключить болезни и вернуть здоровье. Эти открытия помогли Брюсу и многим тысячам людей избавиться от болезни и стать счастливыми. Цитирую отрывок из его лекции. Разум состоит из двух частей. Подсознательный разум – это основной обработчик информации, и он может обрабатывать около 40 миллионов бит информации в секунду. Этот разум очень мощный и быстрый, но он полностью работает на привычках. Подсознательный разум не креативный, он может выдавать только то, чему его научили. Также есть сознательный разум. Это маленькая передняя часть мозга, которая отвечает за сознание. Эта часть может обрабатывать всего около 40 бит информации в секунду. То есть подсознание в один миллион раз мощнее сознания. Именно поэтому в критической ситуации обращение идет именно к подсознанию. Разница между этими двумя в том, что подсознание работает на привычках, а сознание креативно, мыслит творчески и выражает свободу воли. Раньше утверждалось, что есть части тела, которые не поддаются контролю, но сейчас мы знаем, что это неправда. Сознание может контролировать тело. Например, йоги могут менять ритм сердца, давление или температуру тела с помощью сознания. Также верующие в Бога, благодаря сознанию, могут контролировать свои страсти, чувства, эмоции и оставаться свободными от пороков этого мира. В то время, когда сознание может управлять всего несколькими процессами, подсознание может управлять тысячами процессами одновременно. Нейробиологи подтверждают это. Согласно когнитивной нейробиологии, мы осознаем всего от 1 до 5% нашей когнитивной деятельности. А вот 95-99% нашей жизни происходят исходя из тех программ, которые заложены в нашем подсознании. Практически каждый день вы используете не те программы, которые вы лично установили, а те программы, что вы усвоили от других людей. Но вы не замечаете этого. Если вы хотите изменить свое здоровье и качество жизни, вот что нужно усвоить. Сознание может контролировать то, на чем оно сфокусировано. Но когда оно не сосредоточено на этом, управление передается подсознанием. Я повторю это еще раз. Сознание может контролировать то, на чем оно сфокусировано. Но когда оно не сосредоточено на этом, управление передается подсознанием. Если вы сфокусированы на избавлении от болезни, вам нужно делать это осознанно. Вам нужно думать об этом, говорить об этом и поступать так, как будто вы уже здоровы. Но большинство людей говорят и делают все наоборот. Часто люди, послушав подобную лекцию, говорят «Я займусь позитивным мышлением, но затем, через пару дней, я не верю этим ученым, потому что мне это не помогло». У меня есть вопрос. А какой разум отвечает за позитивное мышление? Сознание или подсознание? Сознание, которое работает всего на 5% времени и с 40-битным процессором. А когда вы отвлекаетесь от сознания, что происходит? Кто отвечает за все остальное? Программы, полученные через опыт, которые были записаны в подсознании. А это 95% вашего времени и 40 миллионов бит информации в секунду. Работает ли позитивное мышление? Посчитайте сами. Проблема в том, что очень сложно взять слабый процессор и пересилить мощный процессор. Чтобы добиться результата, вам придется использовать силу воли с ударением на слово «силу». Позитивное мышление работает, но все происходит не так быстро, как многим хочется. И проблема не в вас, а просто так устроен наш мозг. Вторая проблема заключается в том, что подсознание работает как аудиопроигрыватель. Когда вы нажимаете кнопку «воспроизвести», он воспроизводит ваш опыт. Подумайте об этом. Вы вставляете кассету, нажимаете кнопку и музыка играет. Допустим, музыка вам не нравится. Вы подходите к проигрывателю и говорите «Хочу другую песню», «Хочу другую песню». Проблема в том, что вы не измените эту программу таким образом. Но существуют способы изменить эту программу, если вы знаете, как нажать кнопку перезаписи. Один из этих способов – тета-волны. Прежде чем ребенок научился ходить, говорить или читать, что он делал, он учился этому, задействовав сознание, а затем это прописалось под сознание. Именно так записывается, а если нужно, перезаписывается любая программа. Если сказать кратко, то нужно взять негативные модели мышления или поведения и переписать их на позитивные. И я открою вам секрет, как это сделать быстрее. Программируемое состояние мозга у взрослого человека два раза в сутки. Сразу перед засыпанием и сразу после пробуждения. Это называется тета-вибрационная активность мозга. Тета-волны появляются в самый спокойный период активности мозга. Это самое лучшее время для записи новых программ. Если вы хотите изменить программу и загрузить в подсознание новую, освоите практику повторения. Допустим, вы хотите выучить таблицу умножения. Что вы будете делать? Повторяйте ее столько раз, пока вы не запомните. После этого она отложится у вас в подсознании. Подобным образом нужно поступать и с болезнями. Допустим, у вас обнаружили гастрит. Говорите, что у вас нет гастрита, ваша слизистая здоровая, кислотность в норме и тому подобное. Говорите это вслух сразу после пробуждения и перед сном. Но уделите этому не менее 10-15 минут. Расскажу вам интересную историю. У одной женщины была редкая болезнь крови. Любая сладость, даже в минимальной дозировке, приводила к такой реакции, что требовалась помощь врачей. Женщина лечилась десятки лет в лучших клиниках, но ничего не помогала. Раз в году она проходила курс лечения в стационаре. Услышав о силе провозглашения и перезаписи неправильных программ, за две недели до визита в клинику, она ежедневно, по несколько раз в день, говорила, что ее кровь чистая и нет никаких аллергенов. Спустя две недели она была настолько убеждена, что ее кровь чистая, что в доказательство съела целую плитку молочного шоколада. И все было в порядке. Отправившись в клинику, она сдала все анализы. Врачи были в шоке, потому что кровь женщины была чистая и здоровая. И подобных историй тысячи. Мы можем изменить неправильные программы путем многократного повторения того, что должно стать нашей новой программой. Просто повторяйте многократно одну и ту же фразу или одно и то же действие. Повторяйте, повторяйте и повторяйте, даже если это кажется нереальным в данный момент. Это станет реальным, когда ваше подсознание загрузит эти программы и начнет использовать в вашей жизни. От себя добавлю, что согласен с тем, что Брюс говорил в этой лекции, потому что также встречал людей, которые использовали принцип веры в несуществующее, как существующее и затем получали это. Для лучшего усвоения информации рекомендую пересмотреть это видео еще раз. А что вы думаете о практике, которую предлагает эпигенетик? Не стесняйтесь оставить комментарии. И обязательно посмотрите первую часть видео, где Брюс рассказывает, как мышление влияет на клетки. Субтитры создавал DimaTorzok